Здравствуйте! Сегодня урок истории в девятом классе проведу я, Комарова Ирина Михайловна. Тема, которую мы сегодня рассмотрим, познакомит нас с революционными событиями в России, поможет разобраться в противоречиях, возникших в обществе, откроет нам предпосылки формирования современной России. Также мы рассмотрим последствия и итоги Первой мировой войны. Прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте вспомним материал прошлого урока, какой была Россия в начале XX века и о событиях Первой мировой войны. Для этого выполните тест. Соотнесите, на стороне каких военных блоков участвовали страны в Первой мировой войне? Антанта и Тройственный союз. Страны Германия, Австро-Венгрия, Россия, Италия, Великобритания, Франция. Антанта, Франция, Великобритания, Россия, Тройственный союз, Германия, Австро-Венгрия, Италия. Соотнесите участников Первой мировой войны и проследите, какие они преследовали цели. Великобритания, Франция, Россия. Сохранение господства на Балканах, сохранение своего господства на море, возврат Эльзаса и Лотарингии. Великобритания, сохранение своего господства на Балканах. Когда Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года, 15 июля 1914 года, 1 сентября 1914 года. Сегодня тема нашего урока «Революционные события в России. Россия в годы Гражданской войны. Мир после окончания Первой мировой войны». План урока. Революция 1905-1907 года в России. Аграрная реформа. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. Установление советской власти. Гражданская война в России. Политика военного коммунизма. Версальский мирный договор. Создание Лиги наций. Приход к власти фашистов в Италии. Наш урок мы начинаем с изучения Первой народной революции в России, эпохи империализма, расшатавшей устои самодержавного строя и создавшей предпосылки для последующей успешной борьбы за свержение царизма. Основные причины революции 1905-1907 года были следующие. Неразрешенный аграрный вопрос, несмотря на отмену крепостного права, в 1861 году существенных изменений для крестьян не было. Существование абсолютной монархии, тяжелые условия труда на заводах и фабриках. Национальный вопрос. Россия была многонациональной страной, но права многих мелких народов не соблюдались. Отсутствие политических свобод у большинства населения Российской империи. Характер революции. Буржуазно-демократический. Главная движущая сила – рабочий класс. Основные средства борьбы – стачка. Это коллективное организованное прекращение работы с целью добиться определенных требований. Поводом революции послужили события 9 января 1905 года. Кровавое воскресенье. Разгон мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Давайте познакомимся с основными событиями революции. Надо отметить, что революция развивалась по восходящей линии. 9 января 1905 год – Кроваевое воскресенье. 12 мая 1905 год – стачка в Иваново-Вознесенске. Лето 1905 год – восстание на броненосце Потемкин. 15 октября 1905 год – всероссийская политическая стачка. Декабрь 1905 год – вооруженное восстание в Москве. Поэтому правительство решило принять манифест 17 октября 1905 года. В результате был создан законодательный представительный орган. Отменена политическая цензура. Вводились важнейшие свободы. В России начала работу Первая Государственная Дума. Апрель-июнь 1906 год. Среди ее депутатов было 34% кадетов, 14% октябристов, 23% трудовиков. Эта фракция близко к эсерам и выражавшая интересы крестьянства. Социал-демократы были представлены меньшевиками – около 4% мест. Черносотенцы в Думу не попали. Большевики выборы в Думу бойкотировали. На предыдущем уроке мы с вами говорили о том, что Россия – аграрная и индустриальная страна. Поэтому центральным вопросом был аграрный. Премьер-министр Столыпин разработал программу аграрной реформы. Основные цели реформы – ускорить буржуазное развитие сельского хозяйства, сохранить помещичье землевладение, воспитать у крестьянства чувства собственников, решить проблему нехватки земли, снять социальную напряженность и создать в деревне прочную опору верховной власти. Давайте рассмотрим итоги реформы. Итак, в результате происходит социальное расслоение крестьян, пополнение рядов рабочего класса, рост пассивных площадей, увеличение экспорта хлеба, освоение переселенцами пустующих земель. Но главного вопроса реформа не решила. Помещичья земля осталась нетронутой. Таким образом, в результате Первой Российской революции произошли создание Первой Государственной Думы и ограничение самодержавной власти. Народ получил опыт борьбы за свободу и демократию. Были отменены выкупные платежи, понизилась арендная плата и продажная цена на землю. Крестьяне были приравнены к другим сословиям, но в главном аграрный вопрос так и не был решен. Крестьяне не получили земли. Часть трудящихся получила избирательные права. Пролетариат получил возможность образовывать профсоюзы. Рабочий день сократился до 9-10 часов. Царизму пришлось решать вопросы национальной политики. Участие России в Первой мировой войне создало условия, ускорившие наступление революции. Хозяйственный кризис, кризис топливной, транспортной, продовольственной и финансовой инфляции, ухудшение материального положения трудящихся, кризис власти, падение авторитета царя, поражение на фронте, незначительные людские потери и усталость населения России от войны. К февралю 1917 года в России сложилась революционная ситуация. Назревала революция, которая ставила задачи, нерешенные Первой Российской революцией, а именно свержение самодержавия и установление демократической республики, решение аграрно-крестьянского вопроса и наделение крестьян землей, предоставление народам равноправия в составе России, законодательное закрепление восьмичасового рабочего дня, расширение круга демократических свобод, выход России из войны, заключение демократического мира. Сейчас давайте проследим за основными событиями развития февральской революции 1917 года. 23 февраля антивоенная демонстрация рабочих с лозунгами «Хлеба! Долой войну! Долой самодержавие!» 27 февраля перерастание всеобщей стачки «Стихийное восстание в Петрограде». Солдаты переходят на сторону рабочих. Выборы – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. 28 февраля на совещании лидеров думской фракции образован Временный комитет Государственной думы. 2 марта Николай подписывает манифест об отречении от престола. Главный итог революции – самодержавие в России – пало. В результате в России сложилось двоевластие. Страной единовременно управляет Временное правительство и Петроградский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Какая социально-экономическая ситуация сложилась в России? Она была на грани катастрофы. Военные нужды поглощали 80% государственных расходов. Из-за недостатка топлива закрылось более 800 предприятий. Выпуск промышленной продукции за год сократился на 36%. Города испытывали недостаток продовольствия. Росла инфляция. Товары дорожали. Началась подготовка к вооруженному восстанию. С 25 на 26 октября 1917 года восставший захватили Зимний дворец и арестовали членов Временного правительства. Второй съезд советов принял декреты о мире и о земле. Был создан Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Победа большевиков в Петрограде и Москве открыла путь к установлению новой власти по всей стране. К марту 1918 года власть советов была установлена на всей территории страны. В результате победы Октябрьской революции была установлена советская власть. Сейчас мы поговорим, какие шаги предприняла новая власть, чтобы укрепить свое положение. Анализируя ситуацию в стране, вы узнаете, с какими трудностями столкнулась советская власть. В Советской России в 1918 году началась гражданская война, которая была связана с интервенцией. Давайте рассмотрим причины гражданской войны и интервенции. Первой причиной войны были приход большевиков к власти и стремление некоторых слоев населения вернуть старые порядки. Вторая причина заключалась в политике, внутренней и внешней, которую проводили большевики. Причинами интервенции являлось стремление иностранных граждан вернуть свое имущество, стремление иностранных держав предотвратить распространение войны по всему миру. В ходе гражданской войны образовались основные противоборствующие силы – красные и белые. Сторонники красных были рабочие, малообеспеченное крестьянство, большевики. Сторонники белых – это помещики, капиталисты, торговцы, офицерство, зажиточное крестьянство, казачество. Были еще и зеленые. Что это за сила? А это в основном представители крестьянства – дезертиры, махновцы, зеленые повстанцы Антонова. 23 февраля 1918 года образовалась Красная армия, которая в Сибири воевала с Колчаком, на северо-западе с Суденичем, на юге с Деникиным. Сейчас давайте рассмотрим события гражданской войны, которые происходили на Восточном фронте. Восточный фронт, командующий Михаил Фрунзе. В результате наступления Красной армии был взят Омск. Успехи на Восточном фронте позволили переломить ситуацию в пользу большевиков. Командующий Западного фронта Михаил Тухачевский летом и осенью 1919 года армия отразила два наступления на Петроград армии генерала Юденича и нанесла ей поражение. Советская республика, участвуя в отражении наступления войск на Польшу, в ходе Советско-Польской войны недооценила силы противника, что привело к поражению Красной армии. Осенью 1920 года гражданская война фактически была закончена. Советская Россия расправилась со всеми своими врагами. Экономика России испытывала кризис, и поэтому в 1918 году советское правительство принимает декрет о ведении продовольственной диктатуры. В деревню направляются прудотряды, обязанность которых – изъятие лишних продуктов у крестьян. Проведение следующих действий и составляет суть военного коммунизма. В гражданской войне победу одержали большевики. Диктатура белых генералов и возвращение помещиков оказалось чуждой крестьянству. Большевики оказались более организованы, чем их противники. Использование белыми сил интервентов вызвало патриотический подъем в стране. Подведя итоги гражданской войны, можно отметить, был нанесен ущерб российской экономике. Людские потери составили 13 миллионов человек. Стали эмигрантами 2 миллиона человек. Большевики свергли демократию и установили в стране жесткую однопартийную диктатуру. Переход от войны к миру оказался болезненным процессом. Война обострила социальные проблемы. Произошло резкое снижение уровня жизни населения. Усилило социальное расслоение. Происходит всплеск политической активности населения. Начались революции в России, Германии, Австро-Венгрии, Турции. В результате происходит крушение империи и образование новых государств. Давайте вспомним, какие территориальные изменения произошли после Первой мировой войны. Германия стала республикой. Россия. Монархия была свергнута. Османская империя развалилась. Австро-Венгрия распалась на Австрию и Венгрию. После Первой мировой войны необходимо было урегулировать отношения между победителями и побежденными. Поэтому возникла необходимость мирных договоров. Один из них. Мирная конференция в Париже 18 января 1919 года. Главными действующими лицами были президент США Вудро Вильсон, премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Франции Джордж Климанца и премьер-министр Италии Виторио Орландо. Их окрестили Большая Четверка. Американский президент Вильсон представил программу послевоенного мирного урегулирования 14 пунктов. На конференции были приняты основные решения мирного договора, согласно которому Германия была объявлена единственной виновницей войны и была вынуждена уступить 1 восьмую часть своей территории. Колонии Германии были поделены между Францией, Великобританией и Японией. Армия Германии должна быть сокращена до 100 тысяч человек. Запрещалось иметь подводные лодки, военную и морскую авиацию. Германия должна была выплачивать репарацию, плату странам за ущерб, причиненный в результате нападения. Для урегулирования ситуации в мире после Первой мировой войны в 1919 году была основана Лига наций. Ее главная цель – сохранение мира и разоружения. Не все участники Парижской мирной конференции остались довольны. У правящих кругов США были свои интересы. Они сочли необходимым пересмотреть некоторые положения мирного договора. Среди них разоружение и положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для решения их была создана еще одна международная конференция. Она начала работу в Вашингтоне 12 ноября 1921 года. В работе конференции приняли участие девять стран. Результатом работы этой конференции стало подписание ряда договоров. Договор четырех держав, договор девяти держав, договор пяти держав. После окончания Первой мировой войны Италия переживала упадок экономики, инфляцию и безработицу. В 1919 году возникла фашистская партия во главе с Бенитом Муссолини. Итальянские фашисты умело пользовались недовольством населения, бедственным положением в стране. В пропаганде упор делался на повышение благосостояния народа. Национальная фашистская партия начала открытую борьбу за власть в стране. Как Бенитом Муссолини удалось мирным путем захватить власть? Фашисты создали вооруженные отряды, боевые союзы. 24 октября 1922 года съезд фашистских партий в Неаполе, на котором правительству был выдвинут ультиматум с требованием предоставить шесть министерских портфелей. 28 октября 1922 года поход на Рим, организованный фашистской партией. Король Виктор Эммануэль предложил Муссолини возглавить правительство. Так в Италии был открыт путь к ликвидации либеральной демократии и установлению фашистской диктатуры. Подумайте, какая из стран является лишней в данном ряду и почему? Договор пяти держав о запрещении строительства военных кораблей водоисмещением свыше 35 тысяч тонн и установление соотношений между военно-морским флотом в классе линкоров подписали Англия, США, Германия, Франция, Япония. Германия, так как она не участвовала в подписании договора, потому что Германия была объявлена виновницей войной. Фашистская организация в Италии называлась «Спартак, национальный блок, союз борьбы». Фашистская организация называлась «Союз борьбы». Давайте подведем итоги урока и сделаем выводы. Экономический и социально-политический кризис, вызванный войной, привел Россию к революциям. В результате монархия пала. Это использовали большевики, захватив власть. Они провозгласили декреты о мире, о земле. В Советской России началась гражданская война, которая была связана с интервенцией. Принимается декрет о ведении продовольственной диктатуры, политика военного коммунизма. Мирная конференция открылась в Париже, создание Лиги наций. В Италии устанавливается фашистская диктатура. На этом наш урок закончился. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова